Встреча на телевидении, Артем Школович, Кирилл Петрович, поздравите настроение при финальной матче. Ну, настроение, наверное, будет уже такое больше завтра, а так пока все мысли о подготовке к этой игре. В любом случае, чувствуется такое предстартовое неволнение, а предстартовое что ли праздник, потому что финал для футболистов, для тренеров – это всегда определенный такой пик, либо в сезоне, надеюсь, не в карьере, и поэтому только самые радостные. Я в предвкушении матча, это все-таки финал, очень классное событие. Приложим все силы, чтобы поднять кубок. Алексей Козыр, АБФТВ, Кирилл Петрович. Не хотелось бы эту тему, конечно, поднимать, но все-таки… Может, не надо тогда? Да, ну, давай. Последние три матча, сами знаете, мы пропускаем на последних минутах. И как это влияет, и влияет ли сейчас на игроков, потому что все-таки психологически это такой удар по ним, пропускать на последних минутах, секундах. Как они себя чувствуют сейчас? Ну, конечно, это влияет. То есть ничего хорошего в этом для нас нет с точки зрения задач, которые у нас перед нами стоят в чемпионате и, в принципе, в преддверии того же финала. Но у нас все парни стойкие, пусть и молодые, но достаточно опытные. И я надеюсь, что это, может быть, скажется только с точки зрения того, что будем максимально, еще более максимально собраны, хотя в финале, наверное, по-другому не бывает. Вот. И думаю, что в нормальное состояние мы подойдем к этой игре. В 2016-м финал заканчивался серией пенальти и полуфинал с Неманом в этом году. У вас тоже была серия пенальти, проходили вы финалы именно таким образом. Готовитесь ли вы, на всякий случай, может быть, к серии и в финале? Еще сегодня тренировка. Может, что-то придет в голову, что нужно подготовить. Но, в принципе, нет. Я сторонник того, что футболисты, которые доходят до финала, в большей степени умеют бить по мячу с 11 метров, попадать туда, куда надо. То есть, если взять любую тренировку и дать футболистам бить серии пенальти, то там почти все удары залетают. То есть, редко бывает, когда кто-то промахивается, и то, если больше так. Поэтому для меня это больше вопрос, наверное, стойкости и нервов. То есть, кто себя лучше в этом плане чувствует чисто психологически, да, подходит к этому моменту более уверенно, тот и должен бить независимо от регалий и так далее. Здесь в главе угла, в большей степени, наверное, влияет на то, как к этому подходят в артерии, насколько они готовы. Вот. Потому что именно они являются основными действующими лицами в серии после матча в пенальти. Как-то так. Ну, и, соответственно, тогда вопрос по Андрею Кудровцу. Он психологически как устойчив в этом плане? Тем более, опять же, вспоминая бэкграунд с мячами на последних минутах. Ну, знаете, Андрюха, во-первых, все-таки в свои 19 лет стал лучшим артерем страны. Просто так к этому, наверное, не приходят. То есть, соответственно, у него есть необходимые навыки, качества, в том числе и человеческие, профессиональные, которые позволят ему подойти в максимум уверенности в себе. Как будет, покажет только игра. А то, что пропускал не самые, может быть, хорошие для себя моменты, и некоторые из них приводили к пропущенным мячам. Здесь, на самом деле, все просто. То есть, когда молодой парень, опять же, 19 лет, и тем более, вратарь, который зреет чуть позже, когда он уступает в следующий год после отличного года, то есть, понятно, что будут какие-то ошибки. Мы должны быть к этому готовы. И самое главное, к этому должны быть готовы не только мы, но и наши болельщики, которые должны быть немножко терпимы. Потому что так не бывает, что вначале он лев-тигр, а потом резко это не вратарь нашей команды. То есть, я, например, в корне с этим не согласен. Поэтому мы знаем, на что способен Андрей. И в той же серии, после матча в пенальте, о которых вы упомянули с Гродно, это одна из наибольших заслуг, которая была благодаря чему мы прошли дальше. Спасибо. Валяр, у тебя вопрос. Это, наверное, был первый большой именно финал уже с капитанской повязкой. Как-то есть отличие от того, что, к примеру, в прошлом году матча с Гомелем по-другому себя ощущаешь, когда выводишь команду капитана? Во-первых, все по-другому. Потому что прошлый финал я пропускал из-за перебора карточек. Я прошлый финал не играл. Я смотрел его с трибун. С трибун еще волнительнее смотреть его. То, что с капитанской повязкой буду выводить – это, наоборот, только мотивация для меня. Это даст еще больше сил. Ну, если вы хотите вопрос на то, что есть ли какое-то еще дополнительное давление, то я его не чувствую. Какой Кирилл Петрович Тенин – добрый, злой, жестокий? Всегда по-разному. Ну, развивалки можно ставить? Конечно, может. И пошутить может, и напихать может. Ну, если все по делу, короче, все по делу всегда. Я попробовал сказать иначе. Спасибо. Кирилл Петрович, была информация о том, что вы собираетесь в том же пиджаке выходить, в котором уже выигрывали кубок? Так это? Нет, он уже не мал. Есть какие-то другие приметы у вас? У меня нет примет. Я не верю в это. Нет, я в это не верю. То есть, я иногда соблюдаю какие-то приметы с точки зрения наших игроков, потому что все мы люди разные. Вот. А с точки зрения себя, ну, нет. Знаете, как ты готовишься к играм, готовишься выходить, тратишь на тренировках максимальное количество сил, например, на тренеры каких-то своих умений и так далее. Потом все просто списать на то, что нужно с правильной ноги встать, правильно зашнуровать шнурки, там, еще что-то. То есть, ну, для меня это, может быть, если я буду это делать, это будет как проявление определенной слабости и неуверенности в своих действиях. Вопросов больше нет? Если вопросов больше нет. Спасибо. 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 Спасибо.